Привет, ребята! С нами Артём, Юрий из группы Two Siberians. Всё верно? Да. Мы вот записали такую классную ленту, как раз когда это было, перед карантином где-то. Это прямо... Оно ещё холодно, никто не знал о коронавирусе. Расскажите, как вы познакомились с вами? С вами только буквально... Нет, мы друг с другом. Ой, это было очень давно. Мы учились вместе в училище искусственное эстрадное отделение джазового. Там мы познакомились, в коридорах училища. А как пришла идея создать группу? Вы начали дружить и играть вместе? Мы просто поехали на фестиваль. Надо было ехать на фестиваль, в Новосибирский международный джазовый фестиваль. И к фестивалю. И к фестивалю мы сделали несколько вещей, программу. И как с тех пор... Вы написали? Конечно. Мы авторы-исполнители. Уже больше ста произведений написано в вами? Больше, гораздо больше, чем сто. Может, где-то больше, чем 300. Как вы пишете обычно? Как вы? По-разному. Это писать громко сказанно. Мы обычно играем. Мы так вот не играем. Вы импровизируете очень часто, да? Конечно. В процессе. То есть... То, что уже сделано, часто меняется. А потом интересно, вот мне когда вы импровизируете в процессе игры, это потом еще раз можно сыграть или нет? Ну, какие-то вещи ты запоминаешь. Естественно, маячки, от которых можно дальше отталкиваться. Ну, у каждого музыканта, я думаю, свой подход. Главное не в том, чтобы ноты повторить, а повторить ощущения, которые возникли. Вот это вот сложнее, да? Потому что... Мы играем настроение. Потому что бывает, играешь те же ноты, а как тут нет того, что нет настроения. Да, потому что это вот такой звук, невероятно, что вы не чувствуете, что у вас не такое. Вам такое говорили уже? Говорили, да. Что вы скажете? Ну, а мы чувствуем, что нас двое. Ну, мы играем за десятирых, да. Ну, а как это удается? Ну, благодаря технике, энергетике... Мы здесь... Выхода нету, но все вместе. Приходите за всех. Хочется играть на больших сценах, однозначно, вдвое. Поэтому надо делать большинство. А как вы определяете свой жанр? Ну, это самый сложный вопрос. Я знаю, да. За все годы. Я видела нео-классика. Ну, я так называл, это последний раз в Америке нас так называли нео-классика. Ну, а вы как это опишите? Может быть, можете как-то ассоциативно это... Мы играем музыку, которая к нам приходит, спускается. Да, инструментальная, потому что песен не поем. Вот. Которая к нам приходит, спускается... Задача критиков уже придумала. А на небесах, мне кажется, музыка не делится на жанры. Поэтому к нам что-то спускается, мы что-то играем. А в каком это жанре? Просто он играет на скрипке и на гитаре. И мы подключаемся еще в розетку. Мы записываем на кленку. Да, и записываем на кленку. Все просто. Ясно. Какую музыку вы не любите, кстати? Потому что наверняка вы... Это рок, очень много рока же, правильно? Есть в вашей музыке. Вы же не можете это описать? Да, ну, то, что я... Это есть? Ну, вообще музыка. Она или хорошая, или плохая. А стиль? Есть джаз, есть рок. Все хотят узнать, что это такое. Дайте простой ответ. Хорошо, когда люди еще не знают. Тогда есть ощущение, что он должен это найти и узнать. Это найти и понятно. А когда мы дадим определение... А, понятно. Потому что если дать определение рок, но роком тоже не назовешь. Если сказать, что стиль джаз, но тоже не совсем джаз. Фолк тоже не... Вот поэтому вот сложность. Но фолк присутствует? Это чувствует? Это не фолк, это кровь. Это как фолк или сол, как говорят еще в Америке. Но это у нас внутри, конечно. Америка. Жили-жили-гибр. Америка, разлучность. Как случилось, что туда поехали вообще? Решили, как что, расскажите. Ну как, сели на самолет, вышли в Нью-Йорке, позвонили. Конечно, есть. Все, можно уже не разговаривать. Есть предыстория, что возвращаясь с гастролей из Франции, мы познакомились здесь, играли на выставке и Дэвида Берна из Талкинг Хэнс. А у него была фото-выставка, он еще фото-художник. Там мы сыграли и познакомились с нашим будущим менеджером, к которому мы уже потом, через несколько лет, поехали в Америку. Прилетели в Америку, алло, мы вот в аэропорту. А он был в Америке? Да, он вообще американец, он менеджер Майкла Брейкера. То есть он вас обнаружил, скажем так. Он был на этой вечеринке и нас услышал, да. Ну, тем самым и обнаружил. Подошел, дал нам визитку, сказал, что он менеджер Майкла Брейкера. Мы, конечно, не поверили. Ну, как это может быть в Москве? Несколько лет, два, наверное, года переписывались. А потом приехали. На следующее утро сбегали в магазин, посмотрели, действительно, все сходится на дисках. А у вас возникло такое ощущение, что мы будем в Америке вообще когда-нибудь? Или были мечты, планы какие-то? Да мы ездили постоянно куда-то. Мы до Америки очень много были в Европе, поэтому, ну, как бы, если спрашивать, был ли шок, то шока не было. Ну, бывает, приезжают. Не, не, ну, понятно, культурный шок. Нет, нет, я имела в виду, вообще, в мыслях это было еще, что вы там будете, жить. Вы пять лет же там жили, потому что довольно долго. Не, ну, конечно, мы и не представляли, что мы поедем, и что мы будем там пять лет, и что мы будем ходить в музыкальные клубы, где играют тех, которые мы только слышали на пленках, на вот таких бобинах, которые там надо было договариваться, переписывать там и так далее. Конечно, мы об этом, я вот не думал, что я там окажусь, но вот мы судьбу там оказались. Когда был успех вообще, это ощущение? Какой может быть первый концерт или первое яркое ощущение, музыкальное, я имею в виду? Ну, это тоже сложно, потому что все ощущения яркие, они по-своему, каждый имеет свою краску, поэтому нельзя сказать, что это самое потрясающее. У меня большое, конечно, впечатление было в Нью-Йорке, особенно в Нью-Йорке, потому что мы в одном городе, на одной улице можно увидеть сразу много-много гениальных, величайших музыкантов мира, разных жанров. Мы первый год, мы ходили почти каждый вечер на все концерты, на все клубы, видели столько звезд живьем, общались с ними, и потом, когда почувствовали, что мы тоже можем играть, что мы имеем право, что это они небожители, что они такие же простые люди. И мы как бы, когда втянулись в это, и вот сначала... Втянулись в небожительство? Да, в небожительство. Первый шок, конечно, был, что вот они ходят, то, что когда мы учились в Иркутске, в Сибири, в снегах, это казалось просто, что это не лень никакой, что-то нереально. А вы были там, как-то, что вы из Сибири приехали, это мы удивлялись вообще люди? Ну, это уже все иностранцы. Ну, многие сразу говорят, что холодно-холодно и медведи. Они еще чуть-чуть не поздно, а где-то они не удивляются, потому что они не знают где-то, и что это такое Сибирь многие. А те, кто знают, те удивляются. А вы как опишите вас в Сибирь? Что это для вас? Люди нормальные живут, хорошие, добрые. Сибирь, местные силы, наверное. А что вы слушаете? Сейчас, например. Разные. Ну, понятно, что это бывший вопрос, да. Вопрос, да, он непонятно. Ну, а вот сейчас, например, чем, какой музыкой вы увлекли? Может быть, что-то вы открыли для себя недавно, я не знаю. Очень мало открытий, очень часто я слушаю старую, как раз почему-то музыку. Вот, вот видите, есть ответ. Ну, это ничего хорошего, что я слушаю? Сразу же слушаю. Ну, для меня, не то, что слушаешь сейчас или как-то слышишь постоянно, вот то, что происходит, впечатление. То, что, допустим, мы один раз шли вечером после какого-то концерта по улицам Нью-Йорка. Маленький, вдруг барчикик оттуда достались, да, оттуда послышались такие волшебные звуки. Мы зашли там очень старые, афроамериканец, я так сказал правильно. Он очень старый, он очень как-то интересно играл на пианино. Оказалось, он еще с Малсом Дэвисом работал какой-то пианист. И в таком маленьком клубе, на таком старом пианино, даже не рояле, а пианино, играл такую музыку. И это было огромное впечатление. Вот такое не специально не услышишь по радио. И такое нельзя нигде не услышать, не воспроизвести, то есть это достается память. Да, 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 это только такие впечатления. А какие-то, может быть, когда вы ездите, вот, играете где-то, слышите что-то новое часто? Конечно. Это важно для вас? Это интересно, во-первых. Находятся люди, показывают какую-нибудь группу, а ты это слышал, обмен-то происходит? С живьем особенно. Вот мы сейчас несколько раз участвовали в больших фестивалях в Индии, несколько лет подряд ездим. И там много и индийской музыки, и не только индийской, там очень сборная музыки приходится слышать. Играть с ними на одной сцене это очень интересно. Для меня было очень большое впечатление. Мы были в Китае, вдруг по телевизору увидели китайскую оперу. И какой-то коммунист где-то полчаса очень громко, и ну, погибал, да, там, умирал. Вот это было очень прикольно, очень необычная культура для нас. Вот, и потом мы познакомились с девушкой, которая поет и европейскую оперу, и китайскую оперу. И она тут же продемонстрировала, очень интересно получилось. Ну, звучит, конечно, все-таки очень необычно. Ну, это еще важный язык же, правильно, вообще, вот в этой неделе? Ну, в принципе, да, конечно. Опере, может быть, не так это слышно, а вообще про рок-музыки, как ты думаешь? Ну, все-таки я больше воспринимаю музыку, ну, как бы от музыки, не от тесто, да. Ну, хотя, наверное, конечно, ваше... Есть же песни, да. Восприятие, да. Восприятие тоже мелодия. Больше, больше людей от нашего поколения, они воспринимают рок, особенно они больше от музыки воспринимают. Потому что, во-первых, тогда было не очень хорошее качество. Вот, и люди меньше слушали язык, слышали, что музыкально поется. Но вот, меньше включали внимание на текст. Особенно, бэбэ, бэбэ. Бэбэ, то есть, иногда лучше, берет не знаю. Да, даже лучшее не знаю, потому что, больше, иногда он не очень... Я просто про мелодию языка, да. Не совпадает, думаешь, какая песня? А слава права вот слава, да. Да, лучше, поэтому здесь такая тонкая грань. А где вам нравится играть? И, может быть, страна, клуб, не знаю, все что угодно. Есть какие-то фильмы? Наверное, нравится играть везде, где есть публика, где есть люди, конечно. А для вас на концерте что важно? Где мы играем, там нам не нравится играть, потому что иначе какой смысл играть? Нет, ну есть, вот, хорошо, так спрошу, что для вас важно во время концерта? Это энергетика публики, это... Важно, чтобы райдер был выполнен. Потому что, мне кажется, всегда по-разному уже концерты проходят. Во-первых, райдер был выполнен технически, бытовой, чтобы все было пристойно, чтобы с ним в клубе играем, чтобы не проносили сковородку перед нами, сжали, если картошечка такой шипящий, вот и запахом таким, что прямо сбывается. Бывает, бывает. И чтобы не ели, наверное, когда? Не, ну ели, пусть и по кислороднику. Такое у нас невозможно, потому что... Поэтому мы больше любим, конечно, в залах играть в концерте. Все клубы вынуждены, конечно, торговать едой, чтобы люди ели, ужинали. А в Америке нам нравилось как раз клубы, что там не едят, там просто вино, там пиво и какие-нибудь. А вот это интересно. Да, это просто нет кухни, да? Нет кухни. Ну, это не только в Америке, это в Норвегии. Ну, культура такая, другое клубы. Ну, это правильно. Ну, это лучше. Люди сначала обедают, ужинают, а потом идут слушать музыку, ну и попивать немножко. Нет, вот это официанты, тарелки. Музыка отдельно. Ну, это не уважение просто. Ну, так у нас сложилось. Ну, традиции. Вроде и уважают, но традиции надо поесть, а как иначе. Ну, это для похоронной свадебной музыки это нормально, а вот для музыки, которая более так серьезна, как наша. А как вы, еще раз вопрос, как вы пишете, вы вместе собираетесь как-то иногда или у вас какие-то в голове, в голове бывает, что рождается идея? Да в голове особо-то ничего нет у человека. Он думает, что у него, он думает, что все что-то есть, вроде как, да. Ну, это, хорошо, но мне кажется, это у всех по-разному. Вот вы садитесь, играете, начинает какие-то идеи появляться или, может быть, вы во время... В Перу? Интересно. Ну, это... Самая первая поездка была. В 89-й год. Да. Самая первая за журобежной поездкой мы сразу в Перу. Было самое большое впечатление, это то, что... Перелет был длинный. Длинный перелет, 26 часов. Вот это только из Москвы. Да еще и до Москвы на было идти. В Сибири был февраль, зима, холодно. А там было лето, в Перу, как раз. Понятно, что перестраивается там. Да, и поэтому... Минус 30, а там было, как бы, предель, через 32... Хорошо, давайте с вами раз поговорим об этом, о нашем выпуске, о нашем альбоме. Можете рассказать, как он писался и вообще, что здесь запоминает? Писался очень просто. Мы приехали на Завалинку рекордс, просто посмотреть на магнитофоны, как они работают, и попробовать включиться. Включились, и нас звук настолько поразил, что мы тут же, не выключаясь, записали этот альбом прямо живьем. Кстати, вообще насчет аналога и звука, вообще что, как это, важно ли это? Ну, это сложная система, потому что вот аналоговый звук, это как вот искусство великих живописцев, которых передают по... в альбомах можно смотреть фотографии, он же не передает, как там, многие ходят в музее, и этот звук как-то, он немножко так же получается... То есть это как больше, как это, experience, да? Не знаю, какой-то, да, что тебе это становится чем-то таким уже необычным, уже становится чем-то... не для каждого человека, чем-то особенным становится. Да, если раньше бобиник у каждого был, а теперь это уже... Интересно, да. Это уже не все могут себе позволить. Не закрывается. Не, не закрою, я знаю. А, я неправильно. Там секрет есть, да. Надо его поправить, да? Вот это поправить. Я могу сделать. Не, не, сейчас, не, что надо знать. Надо просто пакет туда засунуть. Поэтому вот этот звук какой-то, вот, потому что мы... Ну, все музыканты говорят, что есть разница между аналоговым звуком и звуком цифровым. И мы вот специально поехали послушать, как убедиться, и нам до того были впечатлены, что сразу получился альбом. А, скажите, какие вообще лучи... Вы уже его не импровизировали полностью? Или... Ну, мы играли наши композиции, часть там импровизации, часть выученного. И они... Готовые произведения. Например, «Сибирь» — это из последнего нашего альбома «Сибирская свита», да? Очень нравится. Это из старейших песен наших, да, которые мы до сих пор, естественно, играем. «Маяк интри», «Маяк делы» — это из последней работы, театральный был проект такой, по-маяковски, он назывался «Маяк». Это вот два произведения. Облаковшина, облаковшина, облаковшина. «Сарма» — это тоже из последнего альбома «Сибирская свита». «Герника» — туда не вошла у нас, я, к сожалению. «За Рикто» — это песня, саундтрек был написан документальному фильму нашего замечательного друга-художника «За Рикто». «Новая русская» — это тоже что-то из старинка. Это в Америке мы написали, прямо в Америке, почему-то, не знаю, как это так удалось. Вот такая, в восемь треков просто включились в этот замечательный студию и записали. Пока не доиграли, не мы, потому что название «Знают». Появилось во многом благодаря величайшему гитаристу Джону Скофилду, потому что он написал нам на открытке «Ту Сибирианс». И мы сидели, когда думали о новом названии, когда «Вайтфорд», «Белый острог» не пошло. И вдруг смотрим на открытку, написано «Ту Сибирианс». У нас все так все звали, два «Сибирька», «От», «Два Сибирька», «Псего», «Два Сибирька». То есть оно само как-то оно… Ну оно вроде как бы самое. Оно как бы прилипло, и там это было совершенно естественно, потому что все это и так называли. И можем пожелать вообще всего самого наилучшего. Завалим кирекерц. Спасибо большое. Вы делаете хорошее дело. Вы можете искать не только замечательных музыкатов, но и других, которые тоже имеют право. И вообще это очень хорошее дело делаете. Спасибо большое. Приятно. Спасибо вам большое, что согласились на это интервью. Мы сделали. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok